Куйбышевский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Аганесяну. 5,5 лет строгого режима и 20 миллионов рублей штрафа за взяточничество в особо крупном размере. Таким образом, Аганесяну осталось отбыть лишь 12 месяцев. Ведь 4,5 года он провел в СИЗО, пока шли следствия и суд. Прокурор просил для Аганесяна 16 лет колонии и штраф в 60 миллионов рублей. И это при том, что Аганесян признал вину в хищении 42 миллионов рублей. Но взятку в 22 миллиона от главы компании театрально-декорационные мастерские признавать не стал. Новый стадион для «Зенита» строили долгих 10 лет. С 2013 по 2015 годы Марат Аганесян, тогда еще вице-губернатор Санкт-Петербурга, курировал возведение «Газпром-арены». По версии следствия, взятку в 22 миллиона он получил за содействие в заключении контракта на установку табло для «Арены». Также Аганесяна обвинили в хищении 50-миллионного аванса. Из материалов дела известно, что он перевел эту сумму в качестве аванса фирмы «ТДМ». Компанию эту, кстати, привлек он сам в качестве субподрядчика для установки табло. Но руководители организации украли средства через фирмы «Однодневки». Следствие уверено, Аганесян заранее знал о намерении компании похитить деньги. Также его подозревали в получении средств за помощь при заключении договоров на подсветку «Арены». Пост вице-губернатора Марат Аганесян занимал с 2013 года по 2015. Его уходу с высокой должности предшествовала странная история. Оперативники ворвались на сходку криминальных авторитетов в один из столичных ресторанов. Вели запись, на которой запечатлели человека, поразительно похожего на Аганесяна. Правда, позднее журналисты интернет-газеты «Фонтанка» выяснили, это был бывший заключенный Дмитрий Печорский, чертами лица действительно напоминавший Аганесяна. Сам же Аганесян уехал жить в Москву, был топ-менеджером крупного банка. Интересно, что за несколько дней до увольнения он победил на конкурсе «Строитель года» и получил «Золотой мастерок» в знак своих заслуг перед северной столицей. Всего через год его задержали. Всего по делу проходило 9 фигурантов, среди них бывший замглавы комитета по строительству Александр Янчик. В конце прошлого года председатель следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что систему видеонаблюдения для «Газпром-арены» приобрели по завышенной цене. Ущерб составил 180 миллионов рублей. Учредителя фирмы-субподрядчика Алексея Кобыщу объявили в федеральный розыск. Впрочем, связан ли бизнесмен с бывшим вице-губернатором, Бастрыкин не уточнил. Владислав Беляков, Степень защиты.